на спорте эфир продолжает возрожденная программа на спорте у микрофона антон погудин символично что наша программа вернулась в эфир в один год с возвращением в профессиональный футбол кировского динамо летом в этой же студии мы уже разговаривали с главным тренером динамо виктором булатовым о планах на сезон перспективах команды и ожиданиях то интервью напомню было первым для виктора булатова в кирове ну а сегодня виктор геннадьевич вместе с капитаном динамо артемом пасько гости нашей студии виктор геннадьевич артем здравствуйте добрый день здравствуйте наверное виктор геннадьевич вопрос к вам вернее такой начало них небольшая предыстория в 2023 году динамо после шестилетнего отсутствия вернулась в профессиональный футбол во второй лиге б где выступала команда она провела 17 матчей из них 8 были домашними и в общей сложности команда набрала 29 очков ничего не путаю все верно этот этот результат позволил динамо финишировать на пятом месте в группе номер два а теперь вопрос каким выдался вот этот отрезок с августа по середину ноября для тренерского штаба и игроков виктор геннадьевич в смысле весь чемпионат да весь чемпионат вот этот отрезок начали то в июле мы в июле прошу прощения в июле ну не знаю как для футболистов для но лично для меня для тренера конечно это тяжелый был отрезок особенно на очень тяжелый был отрезок июнь июль когда приходилось совмещать функции главного тренера и функции администратора и начальника и где-то даже врача потому что и начальника не было администратор новый вникал в тонкости футбольной деятельности поэтому на ровном месте это все организовать было и параллельно надо было вести селекцию и параллельно понятно тренировочный процесс и учитывать что есть не из логистики не было спаррингов всего один спарринг за месяц удалось играть поэтому трудности очень много было конечно тяжело было насколько довольны вот прошедшим сезоном вот этим отрезком с июля по ноябрь я доволен прежде всего что так звезды сложили что у нас собрался сложился коллектив была химия именно коллектив сложился как в человеческом плане так и на поле ребята были можно сказать подобраны по стилю друг под друга мы играли я считаю в привлекательный футбол и я думаю надеюсь болельщикам наша игра нравилась и специалисты отмечали что киров играющая команда и если нет и кубка эпопея думаю что он должны были быть выше кубковой эпопеи мы вернемся чуть попозже артема какие впечатления у вас остались от этого сезона что запомнилось в первую очередь сезон для меня прошел быстро на самом деле пролетел может быть от этого немножко грусть появляется в разговоре с командой с ребятами мы тоже отметили что очень время быстро прошло с чем это связано возможно что игр было много часто и это как-то скрашивала время быстро пролетала вот но запомнилось то что на самом деле как отметил главный тренер у нас команда была очень дружная не в каждой команде я это встречал вот это было большим двигателем того чтобы удачно играть а когда вы поняли что вот команда по-настоящему сложилась вот та самая химия которой говорил виктор геннадь когда вот она сложилась когда пришло осознание что вот именно команда выходит на поле на самом деле были смешанные чувства от начала сезона особенно после первой игры когда мы проиграли игру в держинске я так задумался и по той игре которую мы показали это была неудачная игра со всех сторон потому что у нас мало что получалось и я даже себя поймал на мысли что нам будет непросто в этом году но каким-то чудом просто со второй игры мы стали показывать совершенно другую игру симпатичную привлекательную это буквально за одну неделю наиграть состав по какие-то связи почувствовать чтобы выйти на следующую игру и уже показывать сразу тот футбол который в дальнейшем стали показывать это было очень таким приятным сюрпризом в этом году но вообще группа где играла динамо это группа номер два оказалось одной из самых таких многочисленных по составу участников 18 команд виктор геннадьевич летом говорил что по сравнению с прошлым сезоном вот вторая лига немножко потеряла в качестве потому что сильные клубы ушли в группу серебро и золото да тем не менее насколько высок оказался уровень конкуренции в нашей группе уровень оппонентов и велика ли разница в классе между лидерами нашей группы там химик зенит 2 динамо 2 московская и теми командами которые заняли последние места то есть стали аутсайдерами в группе ну конечно ввиду того что повторюсь что несколько команд ушло нам три-четыре команды что группа наверно уровень чуть-чуть упал до по сравнению с тем годом ну что касается наши группы то я считаю группа ровная было и большой разницы между лидерами там химиком зенитом 2 и словно там командами внизу я не видел там тоже торпеда два последнее место отобрала очки у химика и вологда отбирала очки у химика да и электрон кусался тоже дома здесь в этом плане каждая игра то есть каких-то едом и слабых команд не было группа более-менее ровная было именно от этого мне наверное еще больше всего обидно досадно что в первом матче который динамо проводила в дзержинске артем уже сказал когда проиграли в нижегородской области со счетом 2-3 вот этих очков наверное в конце сезона и не хватило виктор гнать вы неоднократно уже говорили на пресс-конференциях что вот сыграй наверное динамо с химиком чуть попозже результат мог быть абсолютно другим ну там чудес не бывает если мы целый месяц за месяц провели по тайму а тот же химик дзержинс провел два полноценных сбора в подольске перед нашей игрой и плюс у них состав уже более-менее там два года наигрывают даже я когда работал там еще футболисты 3 футболиста уже в основе еще играют с той пороге когда я работал то есть передня уже второй год работает и конечно здесь и плюс у них но реальная команда крепкая можешь какой-то там селитесь стилистически по стилистике кого-то может нет футбола но такой силовой футбол хорошая селекция и ровная команда поэтому нам было тяжело и в целом объективно мне даже не было когда жалко именно этих очков по сравнению с теми играми где на самом деле мы потеряли свои законные очки а где мы вот эти очки потеряли пять игр где мы ну не должны были никак проигрывать пять игр у меня в карьере первый раз такое что практически каждой игре переигрываем соперника в целом по контролю по содержанию игры и где-то однотипные ошибки допускаем пропускаем ответные атаки и проигрываем казалось бы наши матчи это пять матчей можно выделить в двух матчах нас признать и судейские ошибки вмешались это динамо 2 и не сей 2 там явные судейские ошибки потом и кдк в рфс признавали эти ошибки и не сей 2 динамо 2 потом иркутск необъяснимая игра как минимум должна быть ничья вы зная игра великие великие луки и вологда на выезде ну вологда совсем недавно была там прям очень обидно на последних минутах упустить ничью и психологически наверно было тяжело настраиваться но мы там играли на победу и замена делали на победу если бы у нас задача была в ничью сыграть это сто процентов мы сыграли бы ничего но мы играли на победу рисковали где-то поплатились за это давайте вернемся немножко в начало чемпионата вот артем сказал что после первого матча в дзержинске когда проиграли два три уже через неделю команда одержала гостевую победу в санкт-петербурге против крепкой команды местной звезды звезда и после этого одержала еще несколько побед подряд тем самым закрепившись в игру в группе лидеров как думаете чем можно объяснить вот такой скачок команды в результатах это только химия командная или результат тренировок уже начал сказываться сыгранность да это прежде очередь это была сыгранность принципе после первой игры где мы сделали там много ошибок допускали в разных линиях мы это исправляли в тренировках поэтому работу над ошибками сделали и ну и во вторую очередь конечно и более стали притираться друг другу за этот промежуток короткий времени за эту неделю вот даже уже в питере когда мы играли уже была другая игра ну я напомню что в первых матчах у нас не играли дисквалифицированные в том числе мурат амаров один из ведущих центральных защитников и ваш партнер артем по обороне с которым вы ну буквально там в 80 процентах матчей наверное зацементировали оборону насколько комфортно вот с мурадом было играть сзади сколько успели сыграться с ним подружиться за пределами поля ну я могу точно сказать что муром мурат это мой друг и на поле и вне его очень взрослый человек с которым приятно пообщаться и надежность его на что на поле что вне его она не вызывает вообще не я напомню что когда как когда артем не играл у нас в матчах за динамо с капитанской повязкой капитаном был именно муратом это было логично можно ли сказать что вот в начале турнира сыграл некий фактор новичка лиги потому что динамо же во второй лиге в том году не играла соперники нашу команду не представляли во что она будет играть не стилистика как она будет выходить из подкресенька как будто действовать в переходных стадиях атаки или все-таки наверное не так фактор новичка не сыграл как считаете в какой-то мере конечно сыграл команды когда приезжали сюда и на выезде понятно что все понимали что динамо киров это только новая команда с нуля собралась и наверное каких-то чудес ждать не стоит и может и не даже не ожидали в какой-то мере такой слаженной игры от нас недооценили динамо я думаю в какой-то мере конечно была недооценка ну в результате там после поражения в дзержинске у нас пять побед подряд закрепились в группе лидеров но после серии побед в августе наступила ну давайте честно признаем не самая приятная такая серия из матчей без побед которая продлилась весь сентябрь и еще октябрь по моему захватил я помню с первой игры октября мы все-таки в октябре это хорошо все сентябрь весь сентябрь а команда не побеждала последняя победа была в конце августа в великом новгороде против электронной даже та победа достаточно тяжело далась насколько я помню команде да это игра тяжелая была то игра была третья за неделю плюс два переезда это в москву потом решили из москвы не возвращаться в киров сразу поехали в новгород на автобусе здесь больше эмоциональный на этот момент где футболисты уже уехали из кирова и неделю не были дома как часть сборов да и где-то какой-то наверно момента психологически давила на ребят что вот эти четыре дня в новгороде сбора как в такой ситуации выходить из этого эмоционального немножко кризиса выхолощивания что нужно было делать артем как капитана что говорили ребятам в раздевалке вне поля как поддерживали ну здесь надо было просто немножко успокоиться не нагнетать ситуацию чтоб понимали что какая-то немножко психологическая может быть усталость существует но старались вот абстрагироваться от этого и выходить на поле максимально отдавать все силы в каждой игре которая была вот а уже потом отдыхать виктор в тренерском отношении насколько сложно было команду перестроить и как-то может быть тренерские процессы изменился в серии неудач как выходить тренером здесь анализ анализ почему эти неудачи да есть и психологический момент как подымать эмоции в тренировках и понимать почему функционально по цели как вы править физическое состояние здесь вот все это параллельно совокупности идет только анализ и планирование следующей тренировки следующего микроцикла именно но вот на вот этот отрезок в сентябре пришелся и тот кубковый матч с тудроц я напомню что в кубке россии динамо провела три встречи в первом раунде кировчане обыграли дома композит со счетом 2-0 это было еще самый первый во втором в гостях обыграли чертанова со счетом 1-0 а в третьем раунде жребий свел с команды медиалиги тудроц какие впечатления остались от трех кубковых матчей насколько кубковые матчи отличаются от матчей второй лиги ну первые две встречи были удачные для нас принципе разницы никакой не было что в этой сезоне играешь эти матчи что-то и в кубке ну по крайней мере для меня и для команды тоже было видно матч с тудроц расстроил в прежде очередь болельщиков что забрали домашнюю игру досада была и у нас мы хотели играть здесь возможно и результат был бы другой и мы может быть немножко были бы отдохнувшие эмоционально настроенные по-другому проблема только в этом была и как раз у меня артем с языка снял что болельщики многие сетуют что если бы этот матч состоялся в кирове то результат был бы наверное другим и поддержка кировчан на домашнем стадионе она была бы намного ощутимее и придала бы наверное сил сто процентов если заметите мы дома почти вообще не проигрываем это нужно отдать должное болельщикам очень ярые болельщики здесь футболисты в команде которые первый раз общих кирове оказались они замечают и будет приятно удивлены что настолько любят футбол в кирове и поддерживают команду поэтому болельщики сто процентов нам помогли бы виктор геннадь ваш комментарий по поводу кубковых матчей сложнее было к ним готовится что соперников тоже не знали или наоборот также готовились ничего не поменялось есть много факторов во-первых один фактор что не имея подготовки к чемпионату мы повторюсь сыграли по тайму да только с рубином 2 за все время подготовки это не могло не сказаться где-то именно функционально вот этого игрового тонуса мы не заложили и когда в августе начали играть там там 7 игр или 8 сыграли за месяц с учетом кубка видно было что ребята наелись и плюс играли одним одним и тем же состав у нас ротации особо не было поэтому есть вот функционально они по цели и не может и наша ошибка не смогли мы после великого новгорода выправить за неделю функциональное состояние подвести в оптимальном состоянии тудороца но я сразу скажу что-то было архи тяжело потому что мы еще где-то присматривались начинали чувствовать состояние каждого и команды в целом поэтому здесь вот тяжело за месяц это все прочувствовать и предвидеть и оптимально подвести к игре видно было что студрос ребята были уставшие психологически это появилась по получилось по четвертая подряд на выезде игра все время дорога и выезд дорога и игры плюс великий новгород там шесть дней сборов получилось вместе с чертанова где-то вот это все психологически и функционально вот и сложился в тот период где у нас последовали неудачи но здесь конечно да такой и перенос орехова зуева и где-то и микроцикль другие стали все это нас выбило из колеи надо признать насколько я знаю на матче в белокаменке где проходил кубка кубкова игра студроц артем выходил с температурой если не секрет а что произошло и почему все таки решили сыграть в этом матче но я такой печальный момент для меня был возможно мне не стоило ехать стоило подлечиться потом после как раз сыгранного тайма и какие-то осложнения пошли вот еще сильнее болезнь сугубилась и потом вынужден был лечь больницу на лечение для меня это такой был сентябрь со знаком минусы и в этом плане для команды и для меня в целом тоже да как сейчас самочувствие все ли хорошо у слава богу уже хорошо желаем вам и всей команде не болеть здоровье обойтись без травм виктор геннаджу же сказал что вот тот микроцикл до недельный он был прерывался кубковыми матчами играли там через два дня на третий через три дня на четвертый насколько этот фактор влияет на подготовку команды и восстановление игроков успеваете восстановиться за это время или необходимо все это было форсировать форсировать и вот весь этот снежный ком о котором там уже говорили да он все-таки сказался в первую очередь я уже повторюсь он сказался точно сказался и самое тяжелое не да даже не эти три игры эти три игры как-то мы еще проводили более-менее удачно а у самой тяжелой потом следующий микроцикл а когда там не имея каких-то у нас приборов диагностики не понимая какое состояние у ребят и она наверняка разное и после этих трех игр вот как подвести к следующей игре какие нагрузки давать это самое тяжелое вот то что было в этом сезоне вот когда у нас три раза было по три игры за неделю и как раз после матча с тудросу у вас была гостевая игра с динамо 2 которые уже говорили да которую проиграли потом приехали домой проиграли енисею енисей кстати финишировал намного ниже динамо и от этого наверное еще более обидно терять очки в матче с ними потому что если мы посмотрим на турнирную таблицу то в принципе те команды которым динамо проиграл они практически все находятся выше вас в таблице то есть именно верно уступить было ну может быть и досадно но не так зазорно что ли потому что они все в итоге оказались выше а химик вообще поднялся в дивизион серебра вот матч с енисеем там дома проигрывали и проиграли наверное по всем статьям уж извините меня насколько я помню этот матч там не получилось наверное как-то оказать сопротивление енисею 2 не но я не согласен я согласна хорошо какой здесь я считаю по игре там и и в той игре были сильнее и ребята понимали что в целом как команда мы сильнее мы просто вот это состояние которое у нас я считаю вот зависим зависит период две игры были провалены именно по функциональному состоянию это чисто мою тренерская это 100 дрот если не 72 даже вот в этой игре сенсей 2 где у нас было не оптимальное состояние функциональным и но я считаю игру то вели и моменты были много в первом тайме были моментов и опять же второй год нам забили с чистого нарушения там тоже это было признана судейские ошибки и ответные атаки 3 пропустили но одно повторюсь нарушением но даже при и имея такое плохое состояние мы все равно выглядели в этой игре именно сильнее чем не сеть 2 но вот эти ошибки привели вот этот матч с енисием 2 домашний он стал одним из немногих которые в котором команда не не удалось набрать очков то есть если мы посмотрим на статистику то на домашнем газоне динамо набрала почти в два раза больше очков чем на выезде то есть дома набрали 19 на выезде 10 настолько сильна была фанатская поддержка артем чувствовалось конечно чувствую да чувствовалось и народ шел народ стоял даже во время ну не хватало мест на стадионе все равно люди стояли смотрели болели поддерживали да это чувствуется конечно а вообще во второй лиге домашний фактор домашнего стадиона он действительно играет а столь решающую роль то есть остальные команды тоже дома выступают лучше чем на выезде но это в любой лиге домашний фактор он и имеет место что в высшей лиге чтобы фанель что в чемпионате англии это своя аура свою стену как не зря поговорка есть родные стены помогают плюс дорога все равно как ни крутить дорога у соперников она отнимает силы это тоже имеет место в своем летнем интервью виктор геннадьч вы сказали что динамо будет придерживаться схемы 4 2 3 1 если я ничего не путаю или поменяли схему по ходу сезона у меня две игры мы поменялись две игры поменяли это с иркутском и зенитом 2 играли 4 3 3 чуть другую схему двумя инсайдами тактически решили именно так сыграть вот такой вопрос эту схему для игры динамо вы выбирали исходя из тех игроков которые были в обойме команды или подбирали уже игроков под конкретно эту схему нет мы выбирали схему руководствуясь наличием футболистов именно под футболистов то есть сначала пригласили футболистов и потом уже определились что будете играть именно по этой схеме ну да например пригласили данилу наговицына и сразу понимали что есть у нас нападающий юрченко да там где-то андреев должен был заменять его и наговицыну оставался роль как бы но я видел что он эту роль может сыграть именно под нападающими а если именно наговицын только как бы создан для этой позиции под нападающий получается вырисовывается схема 4 2 3 1 то есть уже как по-другому же не сыграешь если честно мне по прошлому по статистике прошлого сезона казалось что данил наговицын он должен заходить в сезон как основной нападающий центр форвард завершитель а в итоге получилось что у нас илья юрченко стал лучшим бомбардиром не только команды но и всей второй лиги но наговицын да да наши команды был нападающим во всех и забивала немало но здесь вот спасибо ему что не сразу не сразу да это ему тоже стоило определенных трудов он все-таки перестроился и наверно в конце уже как бы больше стал понимать эту позицию и больше пользы приносить сознательно не хотели играть в схему с тремя центральными защитниками и с пятью в линию то есть я знаю что в вашей тренерской карьере были команды в которых вы играли именно в эту схему эта схема мне меньше нравится мне больше нравится схема с двумя центральными защитниками например пройдя в челябинск я видел что они там до меня играли шесть лет в три центральных и футболисты собраны под эту схему конечно здесь уже я попробовала там один микроцикл поменять но понял что ни к чему хорошему то не приведет и здесь футболисты собраны под эту схему и конечно я уже не не стал ничего выдумать и играл в эту схема так придя сюда и имея здесь принципе центральных защитников которые способны сыграть именно под эту схему уже конечно более для себя привычные более любимые вернусь схеме вместо брони ну и опять же вспоминая ваши летние интервью вы говорили что динамо будет стараться играть в атаку будет стараться играть первым номером а со схемой с тремя центральными защитниками наверное все таки больше строится на контратаках и на где-то ловить соперниках выходах не ну и с тремя центральными многие команды играют в атаку да ну на мой взгляд чуть чуть тяжелее чуть тяжелее играть в атаку все таки с двумя центральными легче легче доминировать легче и навязывать свою игру мы вынуждены прерваться на небольшую рекламную паузу буквально 30 секунд и мы продолжим на спорте мы продолжаем программу на спорте напомню что сегодня у нас в гостях главный тренер кировского футбольного клуба динамо виктор булатов и капитан команды артем паську артем паську до перерыва поговорили о начале сезона вспомнили об неудачных матчах а сейчас наверное поговорим о тех матчах которые больше всего запомнились положительной точки зрения виктор гнязь что какие матчи запомнили больше вам чтобы какие игры удались команде ну по качеству футбола наверное можно вспомнить первый тайм домашний ствери когда мы целый тайм играли именно в тот футбол который хотелось видеть это быстрый контроль мяча и именно мяч быстро ходил и за счет позиционных атак мы создавали моменты и голы забили за счет позиционных атак где все действовали в унисон синхронно и ноги называются что бежали игра смотрелась и я как тренер получал удовольствие можно также вспомнить первый тайм с чертанова когда мы играли с командой дивизиона выше и я знаю общался представительными чертанова у них была задача серьезно поставили пройти первый раунд кубка для них у них была задача пройти киров и тем более приятно эта победа была на второй там где-то мы подсели но за счет первого тайма все-таки мы удержали эту победу можно вспомнить торпеда 2 где на выезде тогда еще торпеда 2 мы было такой командой середняком где они еще очки набирали и там тоже достаточно показали качественный футбол и выиграли уверенно 4-0 так вот на скидку приходят эти три игры но и зенит зенитом два домашняя игра тоже с лидером чемпионата на тот момент я думаю показали достойный футбол и были бы были ближе победе артем у вас какие матчей запомнились да на самом деле я сейчас вот так думаю не не разделю ни один матч который был как-то меньше или лучше все победы которые мы сделали в этом году они как-то все одинаково смотрелись мы показывали в этих играх уверенную игру в любом случае что за победу над лидером чемпионата что за победу над аутсайдером чемпионата дают три очка не больше не меньше да ну единственного вот зенитом 2 конечно результат расстроил что играли хорошо и мы заслуживали победу но как-то вот ушла мы знаем что спорт к сожалению не обходится без травм и повреждений этот фактор сильно повлиял на результаты команды и на итоговое место динамо в таблице то есть мы уже говорили что артем выпадал там на несколько матчей из-за состава кого еще не досчитались из-за травм повреждений насколько это повлияло внутрь а мы это что называется входит входит в правила игры что без травм тяжело представить такой контактный вид спорта вообще футбол это считается номер один по травмоопасности да и среди всех видов спорта поэтому здесь и нас конечно не прошли стороной травмы да это и артем выпал недели на три вот из-за болезни конечно не хватало нам его плюс галимов выпадал где-то начал сезон уверенно потом вот эта травма на три недели тоже выбила его из колеи так до конца и не смог наверное он вернуться к былой форме коржунов выпадал на три недели были травмы были конечно здесь от них никуда не денешься вы уже говорили что пришли в динамо не спасать команду а строить ее насколько удалось добиться цели что вот называется именно строить команду я считаю здесь выполнили задачу в полной мере удалось создать боеспособный коллектив который до 100 процентов вы уже говорили что в следующем году уже можно решать наверное какие-то более высокие амбициозные задачи и которые там чуть попозже будут наверно озвучены этим составом это можно делать или необходимо усиление все-таки конечно основной костяк мы хотим сохранить хотя здесь не все от нас зависит по некоторым игрокам где-то и уже начинают интересоваться ими другие клубы но основных основной костяк мы хотим сохранить и конечно есть желание усилить мы проведя эти 20 игр понимаем где наши слабые места где какие позиции надо усилить и что в следующем году стать сильнее и уже решать какие-то новые задачи вы уже сказали что наверняка будет предметный интерес например к илье юрченко который там стал лучшим бомбардиром второй лигию забив 16 мячей если не секрет у него действующий контракт и может быть он уже продлил контракт или закончился он есть такая информация можно ее огласить мне пока пока я по юрченко картина и до конца не ясна у него контракт заканчивается сейчас но есть договоренность с ним устная что если из какого-то клуба какой-то как конечно мы ему предлагали хотим его подписать и чтобы он был наш но здесь не все от нас зависит у него есть желание попробовать более свои силы более сильном дивизионе и так договорились что если какое-то конкретное предложение поступит то он сразу предупредит вас да и сам может уйти если нет то и там из нашей лиги это он остается с нами но в январе начинает с нами работать как как контракт других игроков если какая-то информация по ним то есть кого-то может быть уже тоже продлили с кем-то может быть расстались можно эту информацию оглашать или нет или не началась еще работа в этом направлении но сейчас вот каждый день и каждый час идет процесс селекции начинаешь рассматривать новые кандидатуры наводишь справки и поэтому здесь и по своим футболистам конечно который контрол нас многих контракт в декабре закончились идет процесс так мыслительный процесс кого можно оставить с кем продлить это будет зависеть от того как будет складывать селекция здесь надо и нам нового лимитчика уже как-то интегри интегрирует интегрировать в команду потому что шмаркона шмаров например уже лимитчиком перестает быть много нюансов но можно сказать что вот коржунов уже продлил контракт у кого-то в декабре заканчиваем так и запишем насколько я знаю артема паськой еще действующий контракт да все верно а вообще с капитаном советуются кого подписывать состав или это прерогатива тренерского штаба конечно тренера исключительно если вас не спрашивают и вы свои советы не даете кого подписать там старых знакомых из прежних клубов например нет такого не бывает такого не да все понятно я напомню что там в матче против красногорского зоркова артем пасько провел сотый матч за кировская динамо это достаточно знаковая отметка и вообще представляли когда начинали свою профессиональную карьеру в динамо что доберетесь до такой отметки до 100 матчей честно для меня это был сюрприз я даже не считал не считали не считали мне когда сказали я первый раз это услышал ну случилось и случилось да такая как это отметочка есть ну что ж пожелаем вам и наверное еще 100 матчей за динамо провести не меньше я кстати первый раз слышу про эту новость ну простой мать вы мне новости рассказали я вам новость прошла стороной меня да а теперь наверное заключительный вопрос потому что у нас осталось совсем немного времени каковы дальнейшие планы у команды и у тренерского штаба как планируете провести отпуск когда вернуться к тренировкам и если какие-то уже планы предсезонные турниры может быть сборы где пройдут и что и как сейчас конечно первое желание это хорошо отдохнуть но параллельно повторюсь идет уже и работы селекции организация сборов но по сборам пока нет понимания потому что еще до конца не утвержден бюджет на следующий год будет где-то начале декабря на по моей информации но предварительно где-то есть желание в кирове здесь собраться в середине января там пройти медосмотр и где-то здесь начинать работу там манеже или саранске или юж короле это предварительные планы а а какие-то выездные сборы может быть в теплые края где же сочи например планируется два выездных сбора во первых вот есть турнир в казани середине февраля может быть скорее всего примем участие там с 11 по 16 там манеж тоже если они же да в казани и планируется два сбора да это пока место проведения еще неизвестно но здесь надо отталкиваться от финансов а какие-то изменения в структуре второй лиги будут то есть сейчас наша команда выступала в группе номер два как-то она поменяется может быть название сменит состав участников перемешают какая-то конкретика по этому направлению вопросу есть не не мы не знаем ни наше руководство не знает я думаю и в фс они сами пока не знают наверное это позже будет в декабре решение приниматься известно что мы остаемся в группе б понятно известно что у нас будет чемпионат сейчас другом формате это весна весна осень то есть начиная в апреле он уже не будет прерываться эти данные ноября это известно ну я думаю скорее всего наверное в этой группе и останемся так мне кажется и как раз в следующем году уже команда сыграет не по одному матчу с каждым из соперников а по одному матчу и дома и на выезде с каждым из соперников и соответственно будет уже там не 17 матчей а 34 правильно но если количество не изменится 18 не поменяется количество часть ну что ж будем ждать новостей из стана динамо о продлении контрактов о подписании новых игроков и я желаю вам виктор геннадьевич и вам артем хорошего отпуска восстановить своим эмоциональные психологические и физические силы с новым зарядом энергии бодрости приступить к тренировкам уже в январе я напомню что гостями программы на спорте были главный тренер футбольного клуба динамо виктор булатов и капитан команды артем пасько спасибо до свидания на спорте